Александра, знаете, я вчера прочла хорошую большую статью в Ньюсвике. Они отличаются тем, что регулярно делают какие-то такие серьезные исследования по разным темам, опрашивают разных экспертов, и они предпочитают более глубокое изучение, чем просто поверхностный какой-то анализ. И именно поэтому я обратила внимание на их статью. Статья эта называется таким. Так, так. Так, Украина адаптирует противокорабельные ракеты «Нептун» отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния. Поскольку мы все время говорим о том, что у нас нет оружия, что мы его не выпускаем или выпускаем его недостаточно, я решила обсудить с вами, как с ракетчиком, человеком, который разбирается в этой теме, вот нашу ракету «Нептун». Но прежде чем говорить о ней, позвольте, я прочту, мне очень интересно, как вы оцените тот анализ, который сделали журналисты Ньюсвика. Значит, они сослались на научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил Британии, который занимается исследованием в этой области. И он сказал, что с его точки зрения даже удар по мысу Тарханкут на западе Крыма доказал, что Украина может использовать «Нептун» в режиме наземной атаки и таким образом ставить под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах. И дальше несколько характеристик. Удар по относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, как С-400, свидетельствует о том, что Украина имеет высококачественную разведку и что наземный удар «Нептун» может прятаться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченным к российским целям. Это также может говорить о том, что «Нептун» может использовать контрмеры против обнаружения или же использоваться вместе с оборудованием для глушения. Одним из вероятных отличий между наземной версией «Нептуна» и противокорабельной будет система наведения. Экспертам трудно судить о том, насколько ракет «Нептун» может иметь в своем распоряжении Украина, но вряд ли это будет большой арсенал. И в связи с этим я решила все-таки поговорить об этой ракете. Действительно ли она теперь стала земля-земля? Есть ли такой шанс? Насколько она... Много ли ее у нас? Можем ли мы ее производить? Сколько было? И вообще, что о ней известно? Ну, с удовольствием. Спрашивайте, отвечаем. Это мой хлеб. Пытаться доступно рассказывать о достаточно сложных вещах. Ну, естественно, будем так огибать вопросы, которые представляют собой повышенный интерес для врага. Конечно. Ну, давайте тогда поговорим. Вот действительно, согласны ли вы с теми характеристиками, которые обозначены в журнале? Действительно ли это так? Считаете ли вы, что мы действительно адаптировали нашу ракету «Нептун»? Ну, с заголовком совершенно не согласен, который был изначально предъявлен. Украина что-то там модернизирует «Нептун». Украина адаптирует противокорабельные ракеты «Нептун». Да-да-да. Вот с этим не согласен и объясняю, почему. Дело в том, что этот комплекс исходно задумывался как многоцелевой универсальный комплекс. То есть он по задумке конструктора представлял собой вариант противокорабельный, который базируется на берегу, на расстоянии максимум 25 километров от берега, ну, а желательно даже ближе, он собой представлял, давал возможность поражать цели на поверхности Земли, то есть действительные режимы поверхность-поверхность. И этот комплекс по конструкторской разработке, он мог использоваться как ракета воздух-поверхность. То есть он должен был запускаться с самолетов. То есть абсолютно многофункциональный. Его можно было, да, кстати сказать, он и должен был применяться с надводных судов, с катеров как минимум. И совершенно, так сказать, уже подготавливался конкретный проект, катер-лайн, с которого он должен запускаться. То есть со всех видов носителей, то есть и с земли, и с воздух, и с самолетов, и с кораблей, и по кораблям противника, и по наземным целям. То есть мы его не адаптируем, мы реализовываем исходную конструкторскую разработку. А вот что касается того, что он оказался очень успешным и по наземным целям, а не только сенсационно успешным против морских судов, я тут подчеркну, почему сенсационно успешен. Все такие ракеты, все такие комплексы, они бывший советский ХА-35, который лежит в основе этой разработки. В основе, это надо сразу подчеркнуть, что некий такой проект был, но противокоравельная ракета. Но что не в ту реализовано совершенно другой и конструкторской, и технологической, и элементной базы, даже не о чем разговаривать. Ничего практически, кроме идеи, что ракета должна лететь и поражать корабли, с ХА-35 его не связывает. Но тем не менее, все вот эти подобные разработки, они рассчитаны на поражение кораблей водоизмещением 5000 тонн. Это довольно большие корабли, это эсминцы, но «Нептун» сумел утопить крейсер «Москва», у которого 11,5 тысяч тонн, то есть более чем в два раза больше. И что говорит о его фантастической эффективности, и что, в общем-то, составило фантастический промоушен, рекламу для этой украинской ракеты. И на самом деле, я хочу подчеркнуть, вот тут для меня ракетика принципиально важно, это не какой-то уникальный прорыв, не что-то такое, как-то нам там фантастически и удивительно повезло. Нет, это нормальный уровень украинского конструирования и украинского производства. Вот на таком уровне, как не тут, мы на самом деле способны производить не только крылатые противокорабельные ракеты, но и целую большую и широкую номенклатуру всевозможного вооружения, которое будет не хуже, а по ряду параметров, как этот самый «Нептун», превосходить аналоги натовские и аналоги российские. Но это можно делать и по отношению к другой, бронетехнике, беспилотникам, крылатым ракетам, баллистическим ракетам, ну а также товарам народного потребления. Мы на это способны. Только на одну секунду перебью. Вы вспомнили, что можем соответствовать аналогам. Вот можете какие-то аналоги назвать так? Да, конечно. Да, вот западные или, может, российские, чтобы мы понимали. Всегда, когда производится подобная разработка вооружения, да даже и серьезная бытовая техника, обязательно берется некий аналог, которому хочется соответствовать, и лучший аналог, существующий на тот момент, в мире, чтобы то изделие, которое мы делаем, было как минимум не хуже, а желательно лучше. Вот в качестве аналога была ракета Х-35, российская, рассматривалась. Рассматривалась ракета Оникс. Это российская ракета более современного комплекса. Она входит в противокорабельный комплекс Бастион, который, к сожалению, они используют против, как и ракету «Земля-Земля», они используют против Одесской и Николаевской областей. Это ракета «Гарпун». Американская, британская, одна из лучших ракет. Так вот, комплекс «Нептул» по ряде показателей превосходит все эти ракеты. Именно технических, именно технических. Самое главное, что это не просто написано на бумаге. Вот тут вспомнили С-400, английские эксперты говорят о том, что была поражена точечная цель, которая вообще-то создана для того, чтобы как раз избивать крылатые ракеты. Крылатая ракета – самая основная цель для таких противовоздушных комплексов, как С-400, с абсурдным, как выясняется, названием «Триумф». Ее пора переименовать что-нибудь в «Антитриумф» или «Фиаско». Это было бы абсолютно адекватно, поскольку этот комплекс, который должен сбивать все, что летит, все, что летит. И у него характеристики удивительные нарисованы. То есть он сбивает низколетящую цель на высоте 5 метров, написано в техническом. И это не втюхивает и продают по всему миру как уникальные характеристики, которые превосходят все, включая американский «Патриот». Так вот, как выяснилось, «Патриот» способен себя защитить даже от массированной атаки, даже гиперзвуковыми кинжалами. Он способен их сбить в петок ракет, летящий практически одновременно на него. А этот «Антитриумф» способен сбить америкету «Нептун», которая значительно по характеристикам уступает гиперзвуковому кинжалам. Но она летит медленнее, возможности ее маневрирования значительно меньше и так далее. Тем не менее, характеристики «Нептун» соответствуют тому, что заявлено реальные характеристики, которые подтверждают правду, в отличие от российских изделий, соответствуют тому, что заявлено на практике. Еще раз подчеркиваю, это не чудо. Это то, что мы можем и должны. И мне это напоминает славные времена днепровского ракетостроения, когда мы действительно производили изделия, которые были, а в любом случае до сих пор остаются уникальными, одними из лучших в мире. Но чтобы не выдавать никакую государственную тайну, если мы сейчас это не сделаем, считаете ли вы, что мы по-настоящему можем развернуть сейчас какое-то серийное производство этих ракет, это, наверное, важный вопрос. И на этом, может быть, я вот так просто задам этот вопрос, если нет, идем дальше. Да нет, совершенно спокойно. Я буду руководствоваться, пользоваться то, что я называю обоснованное предположение. И бывает информация, естественно, не владеет никто, а если бы ее, ну, кроме тех, кто непосредственно занимается, а если бы какие-то эксперты владели, то особенно ляпать языком по этому поводу невозможно. С Нептуном, я просто все равно на твой вопрос отвечаю, я немножко зайду издалека. Разработку эту начали в 2014 году. Вот началась анекция Крыма, агрессия России против Украины. Вспомнили, вспомнили о том, что надо таки вооружаться, иметь что-то, что-то такое, чтобы агрессору противостоять, в том числе и с моря, поскольку Крым же у нас отобрали. И вот пошла разработка, в которой, на секундочку, принимали участие более 11 крупных фирм. Это не только КБ «Луч», который является главным разработчиком киевской фирмы, с определенным опытом разработки подобных изделий, крылатых ракет разных направлений. Харьковский авиационный завод, а там тоже важно, они в свое время выпускали, в них сохранилась и документация, опыт и представление о крылатых ракетах типа «Стриж», которые в свое время у нас модернизированы, атаковали авиабазу в Энгельсе. Это «Стриж», это крылатая ракета-разведчик, тем не менее, по геометрии и аэродинамике понятно, что есть представление. Там «Аризон Навигация», это фирма, которая занимается созданием системы управления, которые ориентируются по разным системам спутникового наведения. Там мотор «Сеич», который производит одни из лучших в мире турбореактивных двигателей. Турбореактивный двигатель применяется в крылатых ракетах и он отличается от просто реактивного двигателя тем, что он в качестве окислителя использует кислород, находящийся в воздухе. То есть ракета летит в атмосфере, горючая, в ней авиационный керосин, а воздух она захватывает как автомобиль. Он использует воздух, кислород, который находится в воздухе. Но специальные компрессоры там нагнетают под большим давлением, кислорода становится больше, двигатель работает эффективно. Так вот этот двигатель чрезвычайно эффективен, который разрабатывает у нас и выпускает в Запорожье. Именно поэтому его ставят на прекрасный турецкий беспилотник, я бы его даже не назвал, Байрактар-Кизельма это практически беспилотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Многоцелевой. Вот его туда ставят, настолько он хорош, и поэтому за этим мотор сверхзвич гонялись и россияне пытались влиять на него, выкупить. Китайцы пытались его выкупить, это офигенно ценность. еще производители автотранспортной техники, это не так просто перевозить такой ракет, то есть 11 фирм, которые создавали вместе изделие, действительно серьезная конструкторская проработка, которая включает в себя не только ракету, ракета длиной 5 метров, нет, это сложное изделие, которое включает в себя и систему управления всем этим комплексом, а как он получает полетное задание, вот там используется, кстати, американская система связи Харрис, защищенная, которая позволяет ему получать информацию, британские ученые отметили, получать информацию и со спутников, и с самолетов-разведчиков, в том числе американцев, и получать беспилотников, и агентурную, то есть можно человек ввести эту информацию, но получение этим комплексом происходит в автоматическом секретном засекреченном режиме защищенная связь, автоматически вводится, он полностью вписан еще на этапе разработки в НАТОвскую систему ведения боя, информационную систему, в этом копейка в копейку никаких вопросов способен работать в автоматическом режиме, и даже если там проблемы с операторами, на них диверсионная группа какая-то напала, то дистанционно можно запускать эти ракеты, и чтобы мы представляли, о чем идет речь, в комплекс сходит шесть пусковых установок по четыре ракеты, плюс еще входит шесть машин по четыре ракеты, заряжающие, которые могут быстро перезадить, плюс еще шесть машин по четыре ракеты, которые для транспортировки, то есть одновременно он может практически в течение полутора минут, полутора минут, этот комплекс может выпустить двадцать четыре ракеты, которые будут видеть по разным целям, в течение пяти, семи минут он может перезарядиться и еще бахнуть двадцать четыре ракеты, что-то фантастическое, и это все практически происходит в полуавтоматическом режиме, так вот, его начали делать в четырнадцатом году, до девятнадцатого практически разработали первый вариант морского базирования, он как бы с точки зрения системы управления выглядит попроще, там требования боевой части повышенные, корабль защищенные, а вот такой комплекс с точки зрения системы управления на море там волны-волны, не по чему ориентироваться, кроме так называемой инерциальной системы, которая сама от точки старта рассчитывает скорость, высоту, и вот она рассчитывает математически куда она летит и определяет где эта ракета находится, плюс ориентация по сигналам GPS и GLONASS российских, наш Нептун использует в том числе и российскую спутиковую систему, то есть использует все, что есть под рукой, это как раз аризонная навигация сделала очень хорошую токовую систему, так вот, в девятнадцатом году было все хорошо, начали уже испытывать такую ракету, успешное испытание, 280 километров, это по данным которые испытание, она пролетела и поразила цель, на самом деле, никто не сказал, что она летит только на 280 километров, очень многое зависит от конструкции, от конструкции стартового ускорителя, он когда с пусковой установки от ракеты вылетает, ее разгоняет ускоритель, и там, меняя его характеристики, дорабатывая, улучшая стартовое ускоритель, можно на выходе получать, ну, очень большой прирост в дальности, поменяв ускоритель, не изменяя его размеры, пусковая остановка одна и та, но характеристики, улучшив топливо, в первую очередь, улучшив характеристики топлива и его наполнение вот этого стартового ускорителя, этим топливом, можно добавить несколько сотен километров без особого изменения конструкции ракеты, то есть, говорить про 300, про 300 километров, я бы так постерегся, на самом деле, там можно рассчитывать и на большее, а уж если запускать ее с самолетом, Су-24М, для этого планируется, то она будет лететь и вообще на тысячу километров без вопросов, так вот, когда началась агрессия, некоторое количество этих ракет находилось в сборочных цехах, в виде полуфабрикатов разной степени готовности, находилось в сборочных цехах, их тут же начали вывозить, тут же начали вывозить, буквально после первых ударов, и сделали это чрезвычайно здорово, в том смысле, что буквально через день, после того, как все ракеты были вывезены с основной производственной площадки, она была уничтожена атакой крылатых ракет коллективов в Радске. То есть все знали, точечно, куда стреляли. Слава Богу, нас успели вывезти, именно даже в полуфабрикатах. Это касалось, кстати сказать, и производства стукны, точно так же, били сразу же по этим целям. Ну, так, чтобы это была какая-то агентурная информация, то нет, КБ тоже луч, достаточно известная, они с советских пойманов знали, где она расположена. Сложнее другое, под Киев вывезли на запасную производственную базу, там их начали быстренько дорабатывать, тестировать, и в аваральном порядке все это было сделано, были устранены, выявлены там недостатки, даже отправлены все, что можно было отправить в войска, и снова через пару дней разбомбили и запасную площадку производственную. Поэтому, когда, возвращаясь к своему вопросу, но вывести успели, успели вывести, возвращаясь к своему вопросу насчет производства, то я сразу могу предположить, что вряд ли его можно развернуть в Украине, поскольку здесь все разбомбили. Скорее всего, то с учетом того промоушена, рекламы, который этот комплекс получил после затопления, уничтожения крейсера Москва, а также повреждения по ряду данных крейсера Эссен российского, еще ряд объектов, которые он успешно, теперь уже можно добавить и триумф на Моге, Тарханкут отдельно стоящее, мощное, мощное подразделение радиолокационное, прикрыто новейшими этими ракетами С-400. Скорее всего, такое производство такое будет с удовольствием размещать в любой стране мира, очень хорошее проявившее себя производство, очень хорошая ракета, и найти место для его производства, и финансы для его совместного производства с какими-то разработчиками и производителями несложно, скорее всего, это производство развито где-то за границей, но тут есть определенные сдерживающие факторы, самое главное, то есть надо переносить и производство двигателей, это достаточно сложно, но я вполне могу рассуждать о том, что если все наладить как надо, то в год можно выпускать листы экземпляров таких ракет, которые считаются сотнями, сотнями, да, при этом, если бы это начало происходить, если бы с 19-го года, когда комплекс был в основном закончен, и до 22-го, когда началась агрессия, все бы было, шло бы этими сотнями, то нам не надо было бы нервничать по поводу того, дадут Карл Сельшольц, даст отмашку на крылатую ракету Таурус, или не даст отмашку, мы бы эти вопросы решали сами, как и должна поступать независимая суверенная держава. Теперь два вопроса, если позволите. Первый, для того, чтобы развернуть производство, тоже нужно какое-то время, ну, я так понимаю, нужны какие-то мощности и все прочее. Это полгода, год, это месяцы? Фантастическая цифра, полгода, на самом деле, если все, без войны год, без войны год, но представление о том, что, как, где есть, специалисты есть, документация есть, надо стремиться, чтобы это было меньше года. Теперь последний вопрос, который по Нептуну, который может быть, я не знаю, насколько он корректен, но тем не менее, да, производство оружия, это же всегда конкуренция, если я правильно понимаю, да, производство такого, это тем более конкуренция, и в этом смысле, считаете ли вы, что Украина может безболезненно, где-нибудь за границей начать производство этих ракет, или, скажем, наши западные партнеры могут сказать, ну, не нужно это делать, мягко намекнуть, и мы не будем это делать, и по какой-то из причин, не знаю. Успокою, никакой проблемы в этом нет, абсолютно, и точно так же мы уже начинаем об этом публично говорить о том, что мы начинаем там совместное производство с Турцией, беспилотников Байрактар, вот сейчас вполне возможно будет совместное производство беспилотников подводных, там есть тоже разработки, как выяснилось, в мире современного оружия катастрофически не хватает, если начинается война большой интенсивности, то оказывается, что арсеналы практически пустые, можно там провоевать неделю-две, на что способен Европа, мир, а если война серьезной интенсивности возникает, а она, мы видим, возникает, и она может возникнуть и в Африке, и в других точках мира, она требует большого количества оружия, и здесь новые разработчики, которые могут делать хорошо, и это подтверждается практикой, только приветствуются, вот этого не так, как раньше, бояться не надо, кстати сказать, в свое время ракету «Зенит», которая там у меня за спиной, космический носитель, который вдохновлялся по его собственному словам Иван Маск, когда создавал SpaceX, Falcon 9 создавал, так вот ее не пускали, ее реально не пускали, там была конкуренция, носители в мире, очень сложно было пробиться, тогда пришлось подтягивать Роскосмос, подтягивать Боинг, и все равно конкуренция была такая, что не пускали, сейчас, в том числе космических носителей значительно большее поле поменялось, необходимость в космических носителях, в вооружениях в мире возникло, к сожалению, все большее, поэтому поле для производства есть очень большое, я хотел бы, чтобы ты хочешь перейти к рассуждению о чем-то более гражданском, я просто еще хотел бы пару слов про «Нептун» сказать, все, что можно, даже, смотрите, Александр, у меня какая просьба, даже если я вас о чем-то не спрашиваю в отношении ракеты «Нептун», пожалуйста, сами расскажите, я же просто даже, может быть, я даже могу не задать тот вопрос, который нужно, поэтому, если вы знаете, я хочу, да, пожалуйста. к исходной ситуации вернуться к британским специалистам, кстати, специалистам, чего, в отличие от тех самых присутствующих британских ученых, британские разведчики и британские эксперты достаточно здраво и профессионально для судя там многих сложных вещей, вот там было упомянуто в том, что ты говорила, что меняют, адаптируют ракету под наземное использование, вот об этом надо поговорить принципиально, потому что здесь есть чем гордиться, нельзя запустить ту же самую ракету, которая поразила крейсер «Москва», запустить ее в сторону Тарханкуда, то есть запустить-то, конечно, можно, толку никакого не произойдет, поскольку, вот чем прекрасна наша ракета, когда она идет по морской цели, она идет, я сказал, инерциальная система наведения рассчитывается, где-то примерно за 50 километров, эта ракета, она идет на высоте примерно 5-10 метров, очень низко, чем ниже летит ракета, тем труднее ее заметить, и у противоракетных комплексов обязательно в рекламных проспектах задается верхний потолок, где она способна достать вражескую ракету, и нижний потолок, на котором способна система заметить действительно низко летящую ракету, насколько ее плохо видно, так вот, «Нептун» летит очень низко, ну, высоте примерно 5-10 метров, низко, крейсером востократным подтверждением, а это специализированный крейсер с развернутой системой противовоздушной обороны, противоракетной в том числе, они ее не заметили, она примерно за 50 километров делает такую горку, или там, маневр «Кобры», взлетает вверх на пару сотен ветра, осматривается, условно говоря, крутит голову, осматривается, ищет цель, захватывает цель, головка самонаведения, радиолокационная, которая замечает радиолокационные контрастные цели, которые являются кораблем посреди моря, это хорошая радиолокационно видимая цель, и головка, которая там применяется, головка захвата радиолокационных раз имеют очень хорошие характеристики, «Карпун» я там вспоминал, «Оникс» российский вспоминал, угол захвата 45 градусов, наша на «Нептуне» 60 градусов захватывает, то есть она значительно наблюдательнее, после этого она снижается, опять на очень маленькую высоту, идет на повышенные скорости к цели, а на подходе непосредственно к цели, она вообще, ну, чуть ли не ложится на воду, три метра, три метра высоты, и это позволяет «Нептуну» поражать не только надводную, но и подводную часть, что демонстрирует затопление, то, что крейсер-то пошел на дно, одно дело там вверху чего-то разрушить, он будет на плаву оттащили, отремонтировать, а вот за счет низкого подхода к цели удается поразить и часть корпуса ниже ватерлинии, соответственно, корабль отправляется на дно. Вот это вся методология, не вполне применима для наземного использования, чтобы было на мысе Тархан-Хун, потому что на земле на высоте три метра не больно разлетаются, там же куча всяких объектов, холмы, леса, какие-то строения, нет, это другая система, и там, в отличие от моря, на море особо тоже нету станций, которые глушат систему спутниковой навигации, вот эти сигналы со спутником GPS, глонат, которые идут, их же можно заглушать, создавать помехи, а вот на земле всего этого барахла под названием РЭП очень много, и пражеского, и нашего, поэтому двигаться чисто по инерционной, по расчету, который делает ракета, можно, но ей надо лететь высоко, а высоко, значит, на несколько сотен метров, как летают калибры российские, и их тогда легко заметить, подготовиться, избивать, а если опуститься низко, у него, кстати, на очень хороший высотомер с точностью до метра на большой скорости ухитряется считывать эту высоту, это, конечно, хорошо, но просто по инерционной системе будет сложно подобраться к цели незамеченной, у меня есть подозрение обоснованное, что для наземного применения ракета доработанность оптической системы ориентации, которая позволяет смотреть то, что находится внизу, под ней, на скорости, около скорости звука, чуть меньше, чем скорость звука, около тысячи километров, чуть меньше, 950, тысячи километров она способна развивать, большая достаточно скорость для летящей ракеты, так вот, считывать то, что находится под ней, сравнивать то, что заложено в ее память, в виде карты, и определять свое положение, ориентируясь по местности, и, соответственно, обходить препятствия, которые там находятся, за счет этого оптической системы она способна опуститься ниже, она способна опуститься до 50 метров, примерно, это принципиально важно, и, как выяснилось, в Украине, вот это удивительно, действительно признаю, в Украине сохранилась прикладная наука, в частности, вот в этих ужасных условиях недофинансирования и наплевательского отношения и различным исследованиям, научным, естественно, научным исследованиям, сохранилась прикладная математика, в частности, сохранились люди, которые занимаются программами распознавания образов, это элемент системы искусственного интеллекта, распознавания образов, а тут речь идет о том, что распознавание образов на очень большой скорости, то есть мгновенное распознавание образов во время полета, не то, что там стоит или даже как автомобиль Тесла движется, он распознавать должен образы, пешеход, другая машина, скорости совершенно другие. Так вот, у нас сохранились люди, которые способны разрабатывать алгоритмы, которые позволяют распознавать образы очень точно. И создавать программы на этом основании, которые используют системы управления. Вот это реальные ноу-хау, которые есть в России, и которые вполне могут использоваться в таких ракетах, как Нептун, или, к примеру, Сапсан, это баллистическая ракета с очень интересными характеристиками. Вот за счет такого подхода доработанной системой управления действительно Нептун был бы способен, на мой взгляд, специалиста поразить такую сложную точечную цель, точечную цель, С-400. Что еще хочу сказать про него? У него, вроде бы, не очень большая боевая часть, 150 килограммов. Ну, в данном случае, ну, как мы видим, с одной стороны, достаточно, ну, а у аналогов того же Карпуна, того же Оникса побольше, там, по 300 килограммов боевой части. В принципе, боевую часть можно там увеличивать, но тогда это скажется на дальности. Можно увеличить. То есть, чем тяжелее, тем сложнее летит? Тем ближе летит. Ну, если, ну, чем тяжелее камень, тем ближе ты его кинешь. Ну, понятно. Логика здесь. Это зависимость обратно пропорциональная, совершенно очевидная. Ракета Нептун, среди аналогов, самая маленькая, она всего 5 метров в длину, ну, с копейками. И диаметр около 40 сантиметров, чуть меньше. Это хорошо, ее очень трудно заметить радиолокационными средствами, но, соответственно, много топлива в нее не загрузишь. Лететь ей далеко очень сложно, с большим количеством взрывчатого вещества. Но по науке, той самой математике, точность значительно важнее, чем количество боевого части. Если вы, у вас была точность, к примеру, попадания ракеты плюс-минус 10 метров по цели, а вы добились, что стало плюс-минус 5, то эффективность поражения возрастает не в два раза, как казалось бы, а почти в четыре. Точность попадания принципиально важна. Там почти квадратичная, так называемая, зависимость. Так вот, у Нептуна точность около трех метров фантастическая. Ему, хватает, вот этих 150 килограмм, чтобы разнести практически все, что угодно. Почему я говорю с явной гордостью могу говорить? Да, это прекрасная ракета, которая чрезвычайно хорошо себя показывает и имеет перспективу на последующую модернизацию. То есть и воздушное применение, за счет того, что она небольшая, ее может нести практически чуть ли не любой штурмовый, но, во всяком случае, Су-24М способен такой ракет внести. Единственное, что плохо, опаздываем все время. Вот в чем-то опаздываем все время. Нет, чтобы загодя, чтобы все это было. Произвести, да. Догоняй, да. Вот, собственно, все, что я хотел сказать про Нептун.